Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну, в общем, всё как обычно. Да, у нас сегодня с вами очередной обзор на канал Семьи Колесниковых. Вчера, вчера они открывали посылку, ну, а сегодня обзор, обзор на ту самую посылку. Дарине досталась кукла, самая красивая, вот та самая красивая кукла. Лёха говорит, оказывается, она была подписана. Вы знаете, свяжу предание, как говорится, довериться с трудом. Вчера, когда трясли вот этими куклами, коих оказалось 4 штуки, насколько я помню, Лёша сказал, да, Виталина сказала, я хочу себе вот эту куклу, вот эту большую куклу красивую. В принципе, я считаю, что могли девочки отдать эту куклу. Объясню почему, по какой причине. Потому что 30 декабря был у Виталиночки день рождения. Да, конечно, родители подарили ей ролики, но каждому ребёнку хочется иметь какую-то игрушку. Тем более она девочка, ещё маленькая девочка, ей 7 лет, ей ещё можно спокойно играть в куклы. И могли, конечно, они сделать, так скажем, ход конём, даже если представить, что эта кукла была действительно подписана. Они могли взять, вытащить её из коробки и не делать на этом акцента и подарить её Виталине. Сказать, Виталиночка, вот тебе вот выбирай, самая красивая понравилась, забирай, пожалуйста, да. Но странным образом, вчера они почему-то не увидели, что кукла была подписана. А вот сегодня, да, Лёша сказал, что кукла подписана. Не удивлюсь, если они сами её и подписали для того, чтобы самый лучший подарок, самая лучшая и красивая кукла досталась кому? Конечно же, дочери. Ну, естественно. Я вчера так, в принципе, об этом и сказала, что не видать Виталинке эту куклу как собственных ушей. Да, Виталине же достался пенал с констоварами, на что там лежали карандаши, в общем, линеечка, всё такое, на что Лёха тут же сообразил и сказал, о, здорово, к школе она у нас уже готова. То есть, получается, знаете, карандаши, которые прислали Виталине, ими, я так понимаю, пользоваться нельзя. Всё вот содержимое пенала, это исключительно для школы. То есть, ребёнок должен почти год ждать, прежде чем начинать пользоваться своим подарком, который прислали вообще зрители. Да, ну, а я лично считаю, что родители должны собирать ребёнка к школе, а уж никоим образом не зрители. А если зрители и прислали сейчас, то есть, они сделали подарок для того, чтобы дети сейчас пользовались этими вещами, там, сладости эти ели и так далее и тому подобное. Подарили, также досталась Виталине ещё и кукла, ну, похоже, обычная такая, типа Барби, да? Вот, ну, их же было несколько, в принципе, да. Ну, и, знаете, не успела Виталина взять в руки вообще эту упаковку с этой куклы, когда Арина тут же её схватила, начала тащить эту куклу. Если честно, я была уверена, что сейчас Дарина просто свернёт голову этой бедной, несчастной Виталининой кукле. Да, ну, вообще ужасно, ужасно она себя ведёт, в принципе, как всегда. Не поверите, Никите прислали шарф, вот этот вот снуд, да, и шапку. Зрители, видимо, зрители тоже беспокоятся за его внешний вид, что он ходит постоянно с голой шеей. Не только меня коробила и беспокоила эта ситуация, но и многих других зрителей, в том числе, вот, зрители из Германии, которые, видимо, не раз уже присылают им такие посылки, и вот как раз-таки решили прислать, да, именно Никите вот этот вот снуд на горло и шапку. Только мама с папой, я смотрю, не особо-то озаботят их здоровье собственных детей, пофигом на то, что это Подмосковье, что на улице холодно, зима, снег, и он ходит с голой шеей, да. Кстати, далее был прикол, надел на шею Никита этот снуд, а Леха и говорит, какой-то он, ты знаешь, большой тебе, подожди, пока подрастешь, вырастешь. Боже мой, я здесь, извините за выражение, просто ржала по полной программе, господи. Но Светке недавно тоже кто-то прислал такой же снуд, да, но неужели непонятно, что его надо надеть поверх капюшона, под капюшон его надо надеть, да, получается, и все, и тогда нормально, и тогда у него будет полностью прилегать все это к горлу, и не надо ждать. Чего они собрались ждать, пока ему будет там 40 лет, когда у него шея будет чуть-чуть побольше, в общем, какую-то ерунду пронес. Анжеле прислали платье, причем действительно хорошее платье, которое хорошо на ней сидело, да. Ну, было там много всего хорошего, вообще вся посылка, в принципе, была хорошая. Помимо вещей было очень много сладостей, шоколада, там, мармелада, ну, всего-всего-всего. Дарина практически весь обзор вела себя ужасно, как и всегда, кричала, орала, она теперь почему-то постоянно требует, снимай меня, снимай меня, снимай меня, я сказала, снимай меня. И вот это вот прямо как заезженная пластинка, уже обратила внимание на то, что даже на Лехе, на замечания, которые он ей каким-то образом все-таки начал делать, она вообще плюет на эти замечания с высокой колокольни, даже не обращает, да, внимания. Ну, в общем, я говорю, что посылка была действительно хорошая. Да, считаю, что куклу должны были отдать Виталине, потому что это все-таки был вот только-только накануне ее день рождения. И вот уверена я в том, что кукла была не подписана, потому что очень и очень странно, опять же повторюсь, что сначала вчера они не увидели вот этих вот, да, якобы там ничего не было подписано, а сегодня уже кукла подписана. Понятно, что они, скорее всего, для Дарины сами ее, в принципе, и подписали, но это мое мнение. Следующий влог уже поедание этих сладостей, которые прислали накануне, да. Вот знаете, Колесниковы, в принципе, молодцы. Им придумывать никакой такой контент абсолютно не нужно. Прислали посылку, и они ее снимают три ролика подряд. Так, было решено открывать, вот что, что, что открывать, что есть первым делом из сладостей. Думали, гадали, Леха, бедный, все, знаете, как ребенок сидел. Может быть, Рафаэлки, может быть, Рафаэлки, может быть, Рафаэлки, но нет, дети захотели маршмеллоу, да. И решили его приготовить, приготовить на огне в камине. На что Леша сказал, что, ой, нет, друзья мои, просто так затапливать камин – это слишком дорогое удовольствие. Столько дров надо, что, мол, оно того овчинка выделки не стоит. И, да, Леш, ну вот жалко, жалко, что прислали только тебе маршмеллоу, да. Надо было еще вот этим вот зрителям прислать деньги на дрова, а также на доставку дров для того, чтобы ты смог своим детям приготовить вот эти маршмеллоу, да. Блин, какие все-таки хомячки, вот эти вот зрители-обожатели, недальновидные, не додумались, не догадались. Конечно же, это, Степа, это шутка, друзья мои, но на самом деле это уже просто такая наглость со стороны Лехи, да, было сказать, что нет, 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 затопить камин – это вот дождетесь в следующий раз. Да что они там дождутся, они сейчас сметут это маршмеллоу как просто на раз-два, как говорится, ничего они не дождутся, естественно. Ну, просто я считаю, что это наглость. Люди прислали сладости, люди прислали вещи твоим детям, ты ни на что вообще на это абсолютно никогда не тратишься, а ты даже не в состоянии потратить, да, затопить вот этот, затопить камин для того, чтобы приготовить им сладости, которые они хотят. Ну, в общем, да, позиция такого халявщика, вечного халявщика, все ему должно быть на халяву. Анжела, кстати, обратила внимание, что она вылезла из своего прежнего платья, в котором она была с 31 числа, с самого Нового года, да, вот встречала в нем Новый год, ходила в этом платье несколько дней и потом влезла тут же, естественно, не стирая, вещи они никогда не стирают, в новое платье, которое вот ей прислали из Германии, да. Настя тоже влезла тут же в новую, в новые вот эти вот кофты, в общем, все у них нормально. И очередной влог. Готовит Света Шарлотку ленивые вареники из картошки. А почему готовят ленивые вареники из картошки? Да потому что картошка с 31 числа, ее осталось еще полным-полно. Вот, я не знаю, слушайте, если накануне в предыдущем видео Леха говорил, что у них 3 января, а то даже если представить, что это все происходит 3 января, а картошку они приготовили 31 декабря, то, соответственно, что? Соответственно, этой картошке уже 4 дня. Это просто интересно. А они не боятся потравиться и отравить своих детей, да, ведь, ну, уже это очень много, она там прокисла, эта картошка, наверное. Ну, нет, используют все, ничего не боятся, лишь бы ничего вот просто не осталось. Анжела, смотрю, в новом платье, да, как я уже сказала, но с теми же косичками, что и несколько дней назад. Надеюсь, ее вообще переплетали или она так и ходит с теми же самыми косичками. Кстати, в шарлотке помимо яблок были то ли, не помню, то ли мандарины, то ли апельсины, Света сказала. Ну, я так понимаю, что да, из тех, что еще остались, видимо, там уже все попортилось, поэтому уже вовсюда используют эти фрукты. Анжела, знаете, вместо того, чтобы ходить по дому в домашней одежде, сто раз им присылали хорошие вещи, домашние вещи из василька. Нет, вместо всего этого она ходит в платье, в новом платье, которое прислали ей из Германии, вот только сейчас. В этом же платье она стоит, готовит, она стоит, варит вареники. И плевать ей, да, что на это платье вот она его пачкает. То есть нет никакого понятия, в чем, в каких вещах надо ходить по дому. Сидят, обедают. Папа Леша, смотрю, не было видно в кадре. Я так понимаю, он в этот момент наслаждался вкусняшками за закрытой дверью в своей комнате. Да, вот эти вкусняшки, сладости, которые присылают для детей зрители, а мама их якобы делит поровну и прячет у себя, наверное, в комнате. Да, но дверь-то закрывается, понятно, где еще, в принципе, прятать. Вот Леха, скорее всего, там, наверное, и подъедал, делил, да, так скажем. Нас все делится поровну, говорят они. И при всем при этом Максим, приходя из школы, видит, что готовили гренки с сыром. И, в общем, да, не успела Света тогда, помните, замести следы. Остался сыр, и Макс поймал их с поличным, как говорится. Ну, в общем, да. Макс тоже какой-то, смотрю, странный. Ему столько уже, в принципе, лет. Десять раз повторил о том, что, о чем Никита кричал с просони. Никита там, в общем, спал во сне и кричал, Дарина, не трогай, Дарина, не трогай. Дарина, это нельзя трогать. И, в общем, Макс ржал, как потерпевший, просто. Я уж не знаю, что там Дарина у Никиты трогала, или где она там что-то трогала, и что Никите там это снилось, да. Ну, зачем вообще об этом? И вот он это повторил раз пять или шесть. Так Максу прям было смешно, я не знаю, что его так насмешило. В общем, ладно. Как обычно, Дарина сидит, кричит. Старшие дети, как из глухого леса, стучат вот этими ложками по тарелкам за столом, ведут себя просто, вести себя не умеют. Как Леха говорит, мы как хотим, так себя дома и ведем. Леха, вы не только дома так себя ведете, вы так ведете себя везде, потому что у вас нет культуры ни в чем. Ни культуры еды, ни культуры за столом, вы ничего этого не знаете. Вы орете, вы чавкаете, вы гремите ложками, я говорю, как шахтеры, да, гремят в шахте, так и вы орудуете ложками, так что просто, ну это просто трындец, да. Ни в чем у них нет никакой культуры. Вот я смотрю, люди им прислали вещи, они ничего абсолютно не ценят. Тут же напялили эти вещи на себя и давай в них готовить. Пофиг, что ляпают жиром, что пачкают эти вещи. Родители замечания не делают, да, тому, что вот Анжела для чего-то ходит, готовит вот в этом платье, которое прислали. А почему родители делают не замечания Анжеле? Зачем, да, могли бы сказать, Анжела, зачем ты напялила это платье? Вот пойдешь куда-то на собрание, это платье, кстати, очень подойдет, да, куда-то в гости пойдешь, оденешь его тогда. Почему родители не делают замечания? Да потому что пофиг. Пофиг родителям. Вот если бы мама с папой сами ходили бы на работу, сами бы зарабатывали бы деньги, да, на эти бы деньги, на свои бы личные деньги, заработанные своим трудом, покупали бы на них вещи детям, то у них было бы другое отношение к этим вещам, они бы знали, как эти вещи, как деньги достаются. А так люди, чужие люди прислали, поэтому и не жалко, что детям не жалко этих вещей, да, Дарина тут же свернет голову этой кукли, что Анжеле не жалко одеть и готовить в этом платье, понимаете, что родителям не жалко, да, что они сразу, как говорится, засрут все эти вещи. Ну, в общем, как-то все очень у них, в принципе, все как всегда, да, да, все как всегда, и родители же по большому счету, конечно, очень хорошо устроились, они в принципе не тратят деньги на вещи, то есть буквально пару раз в год что-то покупают, докупают детям, это вот буквально 1 сентября, там, когда надо купить какую-нибудь новую блузку, и к дню рождения детей могут там подкупить какие-нибудь ботинки, если там предыдущие совсем развалятся или будет холодно, все, все остальные вещи им присылают, им высылают, им отдают, им дарят, и в общем, ну, отлично устроились, все на халявку, почему бы и нет, почему бы там, да, зачем тогда ценить, когда достается все на халяву, когда, в принципе, оно и не ценится. Забыла сказать, что, кстати, очередные Лехина уже перлы, Света там повернулась, в видео, да, а Леха начал говорить о том, что Света хватит, мол, стоять задом к людям, становись передом, да, как к избушке, да, мол, людям не нравится, когда стоят задом, к людям надо поворачиваться передом, вот я смотрю, что Лехе будет 42 года, его все беспокоит, Светин зад, но я все понимаю, да, но с другой стороны, даже если тебя что-то беспокоит, умные люди, и, знаете, особенно те, которые претендуют на веру, на веру, да, они вообще об этом не говорят, как-то надо уже в это время быть, наверное, в этом возрасте, вернее, быть поумнее, да помудрее, и знать, что не все нужно говорить, иногда нужно сначала думать, а потом что-то озвучивать, вот, и вот он все, Светин зад, Светин зад, Светин зад, видимо, ну, хочется Лехе, чтобы, понимаете, опустить вот эти очередные шуточки ниже пояса, он прекрасно понимает, что кто-то, вот как я, да, начну делать акцент на этом, на том, да и зрители многие ему, конечно же, в комментариях обязательно об этом напишут, ну, в общем, все, как обычно, друзья мои, ничего не меняется, вот прислали посылку, и три видео подряд, мы как раз-таки смотрим с вами уже эту посылку, прислали, потом обзор самой посылки, всего-всего, что там было, и поедание сладости, да, поедание сладости с зележкой совсем на свете, в общем, все, как обычно, ничего не меняется, да, ну, мои хорошие, у меня на сегодня все, всех вас целую, обнимаю, всем вам желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя и своих близких, с наступающим, да, с наступающим вас Рождеством, всего вам самого-самого доброго, здоровья, счастья, любви, всяческого благополучия, и, конечно же, пусть ваши самые сокровенные мечты всегда сбываются, да, естественно, целую вас, обнимаю, для тех, кто не подписан, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии, все, всех целую, всем пока!